В общем, будем ждать поправки Кадырова. Я хочу, чтобы и ты, Кадыров, прежде всего это понимал, и все наши зрители понимали, что здесь ни в коем случае не идет какой-то стеба над состоянием здоровья Кадырова. Мы все смертны, мы все болеем. Ну и насчет Дилимханова. Огромное тебе спасибо, Кадыров, что ты его показал, потому что уже столько было, такой наплыв журналистов был, все вопросы касаемо Дилимханова, когда он делался, что с ним случилось. Добро пожаловать, дорогие друзья, на наш очередной эфир. И начнем мы его с горячей новости, наконец-таки. Рамзан Кадыров вышел в эфир, показал на себя. После стольких слухов о его тяжелом состоянии, после такого перерыва в выходе на аудиторию, если вы помните, он не показался ни во время этого мятежа Пригожинского, не поздравил народ с праздником Айдаль Адха, праздник Айдаль Адха, праздник Жертвоприношения. Все это время его никто не видел, и было очень много слухов о том, что он находится в тяжелом состоянии, не может даже разговаривать. Были такие инсайды, и вот, наконец, Кадыров нам показал себя. И бонусом показал нам еще Дилимханова. По поводу Дилимханова, там еще раньше начались эти слухи. Если вы помните, был украинскими телеграм-каналами, была распространена информация о том, что нанесен артиллерийский удар по группе Ахмат, что-то там, восток, север, запад, не знаю. Короче, возглавляемую Дилимхановым, якобы он... Сначала сказали, что он уничтожен, убит в результате этого удара. Потом была информация, что он ранен. По поводу него даже официальная пресс-служба Государственной Думы что-то там сказала, что с ним не могут выйти на связь. Какой-то канал спас, церковный канал российский. Что-то тоже такое сказал. В общем, очень много было слухов. Эти слухи увеличивались с каждым днем. И вот по сегодняшний день его никто не видел. Пока Катыров сегодня буквально перед моим эфиром, за меньше чем за час он запустил этот эфир и показал нам Дилимханова. Из того, что мы увидели, однозначно можно сделать вывод, что да, действительно, они оба живы. Это факт. Но вот по поводу состояния здоровья Катырова здесь, конечно, остаются вопросы. Давайте для начала я вам покажу небольшой отрывок этого прямого эфира. На мой взгляд, этого фрагмента было бы достаточно, если бы он просто включил в эфир, он сделал бы вот это, сказал или сделал, я не знаю, сами оцените, как это назвать, и выключил бы, этого было бы достаточно. Но он провел там, по-моему, 3 с лишним минуты, он был в эфире. Я его в телеграм-канале у себя выложил полный эфир, если что, вы можете там посмотреть, перейдя по ссылке. Итак, смотрим отрывок. В общем, по тому, как дышит Кадыров, как он выглядит, и очень многие обратили внимание на его руку, то, в общем, понятно, что, конечно, состояние здоровья у этого человека оставляет желать лучшего. Дилимханов, в отличие от него, выглядел вполне себе здоровым, поэтому я делаю вывод, что он даже не был нигде ранен, никаких там не было инцидентов, видимо, связанного с ним все-таки не было, это был фейк. А вот насчет Кадырова, я думаю, что слухи, они все-таки правдивы. У этого человека явно очень серьезные проблемы со здоровьем. Я думаю, что он действительно находится на диализе, то есть, это когда почки не справляются с выводом жидкости из крови. Врач, я, конечно, не врач, но я примерно понимаю, что такое диализ, поэтому, скажу, объясню вам так, как я это понимаю. Так вот, когда почки естественным, не выполняют свои естественные функции, не очищают кровь от жидкости, то это делается искусственным, ну, каким-то иным путем. И вот он, скорее всего, находится на этой процедуре, и по его внешнему виду, в принципе, вполне было понятно, что ему очень плохо, и по какой причине он все это время не выходил в эфир, не показывал нам себя, тоже было понятно. Дело ведь не просто в каких-то эфирах, понятно, что Кадыров там не блогер, чтобы он вести какие-то эфиры, но, допустим, невозможно себе представить, чтобы здоровый Кадыров в своем здоровом состоянии во время военного мятежа Пригожина, чтобы он не показался перед камерами, чтобы он не собрал лично всех своих этих военачальников и не отдавал им лично какие-то приказы. Хотя бы такую постановку, понимаете, ради картинки, ради того, чтобы показать Путина, что я вот с тобой, он бы это сделал, если бы ему позволяло состояние здоровья. Поэтому, Кадыров, ну, я тебе, конечно, советую выздоравливать, ты давай займись своим здоровьем, тренируйся. Так, на всякий случай, чтобы у вас было представление, я вам хочу показать здорового Кадырова, как он выглядел, когда он был здоров. Посмотрите. Субтитры создавал DimaTorzok Был приблизительно два года назад. Жизнерадостный, веселый, подпевает, что-то там тягает, какие-то веса. А вот еще раз вам показываю, как он выглядел сейчас, во время своего прямого эфира с Герим Панел. Так что, две швырты, как всегда? Разные сплетни, разные дон. В общем, будем ждать поправки Кадырова. Я хочу, чтобы и ты, Кадыров, прежде всего, это понимал, и все наши зрители понимали, что здесь ни в коем случае не идет какой-то стеба над состоянием здоровья. Кадырова. Мы все смертны, мы все болеем, всех нас могут постичь какие-то проблемы со здоровьем. Поэтому, здесь не стеб над болезнью Кадырова. Здесь, в принципе, стеб над Кадырова. Мне нет разницы, здоровый или больной Кадыров. Я над ним стебался, когда он был здоров. Я над ним буду стебаться, когда он будет нездоров. Без разницы. Поэтому, над самой болезнью абсолютно мы здесь над этим не прикалываемся, не шутим, не троллим. Но самого Кадырова, здорового, нездорового, больного, мы его над ним, конечно, мы стебемся и его троллим. Ну и насчет Дилимханова. Огромное тебе спасибо, Кадыров, что ты его показал, потому что уже столько было, такой наплыв журналистов был, все вопросы касаемо Дилимханова, когда он делался, что с ним случилось. Я, конечно, с самого начала не верил вообще в эту версию, что он там убит, что он может быть ранен, я еще как-то допускал, может быть, такое возможно, но что он был убит, это было очевидно, что Кадыров бы никогда не запостил этот стебный пост у себя в Телеграм-канале, если бы реально Дилимханов был бы убит, или если бы он реально не мог его найти. Он бы никогда в такой форме пост не написал «Прошу там спецслужбы Украины помочь, я не могу найти Дилимханова». Он бы никогда такое не написал. Было понятно, что он как бы стебется. Субтитры создавал DimaTorzok